В свои выходные многие из лидеров, консультантов побывали именно на том мероприятии, которое они запланировали для себя. Почему я начал с планирования сегодня и почему хочу этой темы коснуться, потому что у нас сегодня в гостях будут замечательные ребята, такие прям суперлидеры. Вот с ними как раз мы виделись, кто в Сибири проживает и кто принимал участие в конференции, которая была в Новосибирске, когда к нам прилетал директор Роза Гайнукинова. И Мариночка в кадре появилась, я знаю, что мы с ней великолепно пообщались, встретились. Но и для лидеров Дальневосточного региона тоже шикарно прошли, наверное, эти дни, потому что слет лидеров, который прошел во Владивостоке с 22 по 25 марта, то есть тоже прошлые выходные, это тоже там, кстати, более, по-моему, 50 участников было, как бы тоже окнулись в ту атмосферу вот этого драйва и подъема. И вот если даже коснуться Розы, то есть там, где были мы с участниками сегодняшнего моего эфира, для меня, наверное, это была такая, как бы, точка. Я разделял эту, как бы, точку зрения, вот эту простоту, да, помните, кто там был, да, что слово там просто от слова рост, слово сложно от слова ложь, да, то есть, в принципе, наш лидер настолько прост, но и с другой стороны, он настолько сложен, и мы вот сами очень много сложных создаем, даже вот в лиге у нас иногда недопонимание, но все равно мы же, мы же каждый свое слово хочет сказать, каждый свою точку зрения хочет выразить. И для этого вот и есть вот такие вот дебаты, не то, что, как бы, интервью. Я не хочу цепляться за какой-то формат нашего интервью, потому что, ну, как бы, не получалось пока до сегодняшнего, может быть, дня именно вот так вот пообщаться глубоко с лидерами, потому что всегда выпадало то 23 февраля, то 8 марта девочек поздравить, и сегодня, наверное, будет тот самый ключевой день, и вот именно новаторы такие, скажем так, первопроходцы именно темы интервью по ту сторону бизнеса, сегодня будет рубиновый директор Марина Фадюшина и старший директор Игорь Крюков, и сегодня ребята со мной будут в прямом эфире. Я не буду, наверное, копать, вот, знаете, как бы, ну, до какого-то, может быть, такого уровня грязного белья, я таким не хочу заниматься, но вот эти нюансы и моментики, вот такие какие-то щепетильные, тоже очень бы хотелось бы услышать. Каждый, я вот вам 100% могу сказать, что каждый из нас, каждый из нас, кто читал видео, он прошел определенный год. И вот этот путь, у каждого, конечно, свой, он мог быть и очень чернистым. И, наверное, вот как бы Марина знает об этом гораздо больше, поэтому мы, конечно, попросим ее рассказать часть своей истории. У нас, конечно, не так много времени, мы ограничены, но ставимся все вот очень глубоко, тонко. И, ну, не буду спрашивать о творческих планах, потому что вообще, в принципе, в интервьюировании, вот, чтобы вы знали просто, прикол такой, что когда говорят, расскажите о своих творческих планах, это самый бездавный. Он просто, ну, как бы, вот, когда-то у звезды какой-то берешь интервью или что-то, ну, как бы, этот вопрос априори, априори, я, в принципе, задавал. Но каждый из нас все равно планирует, и я с этого начал. Каждый из нас запланировал, был в Новосибирске. Каждый, кто хотел, был на слете там, на Дальнем Востоке, в Владивостоке. Вот, но сегодня мне хотелось бы начать вот именно, наверное, с кусочка истории, истории прихода вот этих замечательных людей. Ну, в частности, вот Марин, для тебя. Марин, давайте вот начнем общаться. Очень рада тебя видеть, вижу тебя улыбающейся, в общем-то, как и всегда. Поэтому, солнышко, тебе слово давай. Просто вот как бы, как вот вообще все начиналось? Вот такой у меня к тебе первый вопрос. Я бы, может быть, не с того, что начиналось. Спасибо за вступление. Я бы, наверное, все-таки о том мероприятии, которое мы вместе посетили. И я считаю, что там можно было взять две пользы. Простите, там у Игоря немножко громко звучит телефон, я там себя слышу. Мы просто в разных помещениях, но в одном. В общем, смотрите, если говорить про то мероприятие, где мы были с вами совсем недавно, кто был, при всей его неоднозначности, а неоднозначность заключается в том, что заявлена была тема одна, да, мы поехали на клиентские чаты, но тема звучала другая, и большей частью раскрывалась другая, не менее важная тема, а может быть даже... Вот с чатами всегда можно порешать, информации можно найти. А вот то, чего коснулись на этом мероприятии, это прям база из баз. Это вообще масштаб личности, из которого, если он маленький, следует отсутствие энергии для бизнеса и вообще для всех жизненных проектов. А если этот масштаб большой, то, соответственно, появляется из этого масштаба личности, духовности и душевности, появляется и энергия. То есть вот о чем была речь. И еще, на самом деле, был еще один немаловажный момент, который я считаю, что люди, которые привыкли работать не онлайн, а на земле, ну, все понимаем, что такое на земле, да, оффлайн, если они его словили, то они прям молодцы. А какой это вывод? А вывод что? Старые добрые способы, если я не готова к работе онлайн, у меня нет, например, компетенции, я не очень хочу их осваивать, и мне неуютно в этом поле, и я не хочу иметь такой маленький процент, выхлоп, мне проще работать по-другому, то все способы, которыми мы привыкли, они на самом деле на сегодняшний день актуальности не потеряли, их нужно просто переложить, немножко подкорректировать под время. Вот это две важные важности, которые я забрала, и у нас было бурное обсуждение по окончании мероприятия, у нас до поезда еще было время, у нас было бурное обсуждение, и в итоге, я думаю, что мы все поняли, что никто не оказался случайно в этом месте в это время, несмотря на то, что ехали на другую тему, как я говорю, как в том фильме «Десять негритят» нас в этом замке собрали не случайно, собрали только тех, кому нужно было услышать, и услышали мы то, что услышали. Это я по поводу мероприятия, на котором мы встречались, вообще, конечно, пускай даже это звучит как пост-промоушен, есть, ездить надо, ездить надо, возить своих людей надо, потому что несколько человек мне сказали, жетончик провалился, жетончик провалился, понимаете о чем, да? Если ты даже это слышал много раз от наставника, вдруг услышал где-то от другого человека в новом контексте, или тебя что-то натолкнуло, и у тебя раз, сразу пазлы сложились, если ты понимаешь, где, например, ну, даже где твой, например, затык, да, в энергетике. Вот, спасибо за это мероприятие организатора. Ну, по поводу... Маринечка, а вот как ты сейчас просто сказала, да, вот про мероприятие, про Розу, я закончила, спасибо, конечно, большое, вот ты сказала про фильм, там «Десять негритят», а я вот глядя, вот сейчас вот на тебя вспомнил, что в зале, когда я сидел и глядел на Розу, ну, я ее очень, конечно, хорошо знаю, я знаю, как вот, как она вообще просто, то есть вот было просто пофиг, потому что надо было, чтобы было, понимаете, что смысл этих слов, ей надо было, чтобы у нее все было, вот просто очень надо было, вот, поэтому мне тут тоже один фильм вспомнился, я такую Розу представил, как будто она, знаешь, как в этом фильме «Операция И» там есть такая фраза, прикольная, «От ревизии нас может спасти только кража». Краж? А взломом? То есть вот пофигу, ну просто вот все, главное решить вопрос. И мне кажется, она с этой задачей вообще великолепно справилась, сегодня зарабатывая, там, озвучила со сцены там 9 миллионов, ну, как бы это, блин, вообще нормально. Поэтому, Кай, спасибо, все, закрыли эту тему. Ой, нет, подожди, подожди, Эдуард, мы прям даже и не закрыли, мы, может быть, даже и открыли. Открыли, да. Вот то, что сейчас ты сказал, это на самом деле такое состояние, которое я называю «надо сильно надо», или мы его еще в структуре называем состояние лягушки, которую бросили в молоко, и ей некуда деваться, ей нужно взбить в сливки, потом в сливки, в масло для того, чтобы выбраться. То есть вот это как раз такая история, вот как раз это состояние. Я думаю, кто его испытывал, тот прям, наверное, понимает, о чем я говорю. Кто не испытывал, ну попробуйте себе его хотя бы представить. Ну, вообще не в этом состоянии была, я в нем проработала несколько лет. Сейчас у меня уже другая история, но пришла я сюда и проработала как раз вот в этом состоянии «надо сильно надо». Но это не значит, что я сюда пошла за этим. Я, знаете, по сценарию случайно, если мне сейчас рассказывать, как я пришла в Фаберлик, этих историй будет очень много, потому что из каких-то пазлов складывалось мое касание Фаберлик, там я человека увижу, который ко мне пристал с Фаберлик, там я, там, не знаю, в общем, короче, понимаете, этих дорог было прям очень-очень много. Я даже не за час, не за два, я даже за сутки не уложусь, рассказывая об этом, поэтому я, наверное, не об этом. Я, наверное, о том, что я пришла с очень низкого старта, я пришла на продукт, потому что когда я изучила, а я зануда еще та, когда я изучила состав, тут же я изучила строение кожи, потому что я думала, что-то, наверное, недоговаривают, либо врут. Ну, в общем, короче, я все поизучала, я подумала, добыть не может. А представьте, это были еще начало 2000-х годов, это как раз когда в России еще не все так гладко и так сладко, и все, что нам поставлялось из косметики, оно поставлялось, ну, мягко говоря, не самого лучшего варианта и не самого хорошего качества из-за рубежа. А я как раз искала для себя там еще линейку, потому что то, что было лучшее, я позволить себе не могла. И вот это пришло на продукты, пришло из очень низкого старта, потому что для меня вопрос 150 рублей, который тогда так стоил контракт, тоже был вопросом, понимаете, я не могла себе этого позволить. Вот не поверите, да. И это, я придумала выход, кстати, я собрала с коллег по 15 рублей, заключила контракт с Фоберлик, и у них была продукция со скидкой по цене склада, а у меня был контракт. И, в общем-то, наверное, знаете, там было все на жизненном пути, но помню фразу, которую мне сказали первую. Вообще очень было много фраз, которые меня вырастили, вырастили, либо повернули в нужном направлении. Это, знаете, я говорю всегда так, у Бога нет других рук и уст, кроме рук и уст тех, кто нас окружает. Когда тебе что-то говорит, даже если тебе это не нравится, прислушайся в этом всегда, возможно, звучит, скажем так, в этом, возможно, звучит проведение, либо вселенная, ну, называйте, кто как привык. Ну, в общем, фраза была какая? Первая фраза, которая меня вырастила, это была фраза «Пять лет нужно отработать, как будто бы ты осваиваешь профессию». Это профессия. Вот в институте пять лет и здесь пять лет. Работаешь, делаешь и учишься, анализируешь, планируешь, ну, то есть учишься. Результаты будут чуть позже. Я успокоилась и начала просто учиться. Вторая фраза была, она такая, знаете, была провокационная. Получается, то есть согласиться с тем, что ты пять лет должен быть студентом и вообще никаких других у тебя оправданий нет, ты просто должен пройти этот... Да, не пропуская, так, в кавычках, не пропуская лекции, не выполняя домашние задания. Ну, в общем, отнестись очень серьезно, это профессия, мы ее осваиваем, мы ее можем, конечно, быстрее освоить, не вопрос. Можно настроиться не на пять лет, можно настроиться на более короткий срок. Но то, что мы должны отнестись к этому как к профессии, как... а потом я дальше перейду как к предпринимательству, это однозначно. Нужно просто поменять отношения и понять, что ты сюда не хобби пришел делать. Но я, конечно, этого не понимала. Я просто послушала, что мне сказали. Вот. Вторая была фраза провокации. Это не то, чтобы одной фразой было сказано, я просто слышала со всех углов. Ты куда пошла, ты куда голову засунула. Это уже случилось после того, как я через два месяца, после того, как познакомилась с Фаберлик и подписалась, только брать для себя. Я прощалась со своим наемным трудом. Я тогда работала в центре занятости. Я что только не услышала. И, возможно, вы будете слышать. А, может быть, слышали. Ну, что куда голову засунула эта же пирамида, это прям вообще прям звучало от каждого. Но еще было несколько фраз, которые должны были заставить меня насторожиться. И они заставили меня насторожиться. Первая фраза была, это «У тебя же не будет отпуска». Я такая, блин, а я до этого была в педагогике, и у меня отпуск был длинный. Вторая фраза «У тебя не будет пенсии». И третья фраза «У тебя не будет больничного». По сути, что на сегодняшний день? У меня отпуск целый год. Вот Игорь потом скажет, что у нас, в принципе... Короче, у нас рабочих дней, стыдно говорить, позорно прям даже, в каталог примерно 2-3. Ну, там есть рабочие часы, а вот прям день рабочий, чтобы я целиком занималась, то примерно 2-3, и то они связаны больше с планированием. Теперь по поводу больничного. Насторожилась, спрогнозировала, порешала. Ну, во-первых, я не болею. Хочу так сказать, по большому счету, вот таких необходимостей ходить на больничный лист у меня нет. Потому что я поняла, что если ты уделишь внимание себе, то, соответственно, поводов обращаться к доктору будет меньше. Я даже ковид пережила вообще, понимаете. Вы же помните, да, мы все работали, и у меня пункт выдачи, и мы на пункте выдачи с огромным количеством людей. Я принципиально не надевала маску, правда. Ну, это спорный, конечно, момент, но у меня был внутренний протест, я не надевала маску, и у меня не было никакого ковида. Потому что я себе давным-давно в голове поставила так. Ну, раз не будет больничного, значит, я не болею. Ну, и по поводу пенсии, тоже это вопрос решаемый, потому что если ты накопил какие-то активы, ты зарабатываешь, не тратишь все под ноль, ты накопил какие-то активы, которые при необходимости могут быть использованы, вдруг что-то там, не знаю, произойдет, в мире все не так, и ты в любом случае имеешь какие-то активы. Ну, активы – это, например, недвижимость, коммерческая недвижимость, там, земля, вот в Крыму приобрели участок. Там недвижимости несколько. Ну, в общем, такие вот вещи, они позволяют себе… Марина, вот так вот как бы, знаешь, я понимаю, ты хочешь как-то прыгать, да, вот несколько там туда-сюда. Вот даже всех трех пунктов, если коснуться, вот всех трех, которые ты пи***ила, по поводу свободного времени, ну, я думаю, что можно, наверное, себе позволить не так много уделять времени Фоберлик, да, так, два-три дня, ну, конечно, чуть-чуть побольше, ну, на всякий случай заострю на этом внимание. Когда мы сидели в Новосибирске в первом ряду, и Роза сказала, я вот там 9 миллионов, я практически миллион в месяц. Когда вот миллион получается, классно, моя цель – мне мало миллионов, мне надо 50 миллионов в месяц. То есть как бы вот это как бы цель, задача. Она тоже как бы озвучивает это. И ты тоже сказала мне, что, ну, а что, ну, я 6 миллионов в месяц, ну, в смысле, в год зарабатываю. Я такой сразу припал, 6 миллионов, вот, это практически 500 тысяч в месяц твой доход. Ну, наверное, зарабатывая в Фоберлик по 500 тысяч ежемесячно, то можно какие-то недвижимости. Я знаю, что и в Черногории есть. Я сейчас вот эти все вот твои цесану скрою. Расскажи всем, откуда дровишки, пожалуйста. Ну, давай тогда я к началу твоего, как бы, к началу фразы вернусь. Это, конечно же, не всегда столько времени уделять работе. И было совершенно по-другому. И возможность уделять работе значительно меньше времени появилась она вот сейчас как раз с развитием технологий и новых способов коммуникации. Ну, потому что, сам понимаешь, да, то ли побегать там каталог потаскать, то ли его отправить в электронном виде, да, то ли наговорил в чат всем сообщения, то ли каждому позвонил. То есть, конечно, время сокращается не потому, что я работать не хочу, но просто потому, что на помощь пришли другие ресурсы. Это во-первых. Во-вторых, в каждом деле, в каждом проекте, в каждом процессе всегда есть разные этапы. Вот, например, есть этап, когда надо, сильно надо, а есть этап, когда ты должен немного устаканиться. Можно я сейчас чуть-чуть отойду, я вернусь к этой теме, я не в смысле хочу от нее уйти. Просто когда-то давным-давно коллега из компании Argo мне сказала, что сетевой призван, вдумайтесь, высвободить время для жизни. То есть, что это значит? Это значит, что когда ты поработал сколько-то, я про пассивный доход не говорю, потому что пассивный доход это называется смерть бизнесу. Когда ты уже ничего не делаешь, это смерть бизнесу. Ну, не сегодня, но послезавтра. А вот высвободить время для жизни, с этим у меня был маленький затык, потому что тогда все было только-только офлайн, и я прям реально приходила домой, я поднимаюсь в лифте, я говорить не могу, потому что я уже не могу, я опустошилась. И я даже когда спала, я думала только о работе. Какую акцию замутить, какую презентацию провести. И я тогда подумала, как это можно высвободить время, если так все на мне зациклено. Но, знаете, наверное, на каждый вопрос есть ответ. Ответ от Вселенной был, появились новые технологии. Я уверена, что это по моему запросу. Все мессенджеры придуманы и разработаны. Шучу, конечно. Вот. А теперь, если говорить про объекты, ну, блин, я просто этого очень хотела. Это вот надо, сильно надо. Знаете, я как-то была на тренинге в городе Новосибирске. Я забыла уже, с кем я там была. Я забыла суть этого тренинга. Я помню, что мы нам раздали такие из листов скреп... Ой, блин, не подготовила, сейчас бы показала. Из листов скрепленные, ну, типа мини-тетрадки, в которых было задание прописать себя, свое утро, допустим, через пять, по-моему, лет, что ли. Я тогда не думала ни о чем таком. Я тогда не думала там... Я эту Черногорию, по-моему, даже еще в глаза не видела. По-моему, я там еще даже не бывала. В общем, я почему-то себя представила где-то на море, что этот дом стоит на море. Ну, видать, у всех сибиряков это с морем. Это мечта есть, присутствует в большей или меньшей степени. Я прям, понимаете, утром просыпалась, варила кофе, выходила на балкон, внизу увидела цветы, которые у нас в Сибири расти просто не могут, ну, в силу климата. И я это записала, вошла в эту картинку и, собственно говоря, забыла про нее. Потом как-то добралась до этой папки, читаю и думаю, блин, так это же у меня теперь есть. Это я к чему? Целеполагание, мечтам нужно уделять особое внимание. Мечтам их нужно прописывать, в них нужно входить. Короче, это работает, работает, и работает. Ровно как банальное с нашей точки зрения, кто об этом много раз слышал, банальная вещь, там, карта мечты, которая висит дома. Это тоже вещь замечательная, тоже работает. Откуда денежки? Правильно поняла твой вопрос? Типа того, да. Но я считаю, что их еще не так и много. Вообще, как бы, вообще можно было бы больше, если бы я немножко разжирнилась. Разжирнилась, это значит, увеличила объем своей группы. Ну, в основном, это бонусы директорские и доход с личной группы. Но если бы я, допустим, ну, вот каждый сякет, да, просчитайте, если у вас личная группа делает 20 тысяч баллов, товарооборот, какой может быть доход? Вот я до этого и этого еще не достигла. Ну, почему? Потому что цель не ставила. У меня была цель вырастить стабильные... Квалификация тоже, кстати, что-то была и бриллиант у тебя там открытый там и так далее. поэтому, поэтому, конечно, это все растягивается. Но супер, что ты заговорил именно про личную группу. Это, наверное, такая хорошая основа для бизнеса. Это ширина личной группы. Да, спасибо. Вот все равно я же вот такой, как червяк, хочу услышать именно то, что мне хочется услышать. про то, что нужно пройти как бы путь пять лет. Мы коснулись эту тему. Про то, что можно где-то без отпуска, как ты вот сказала, тебе ответили там возражения, то это все неправда. Пенсия, понятно, когда ты зарабатываешь такие деньги, ты отчисляешь пенсионный фонд, то, извини, пенсия тоже маленькая будет. Поэтому как бы все эти факторы, они как пазл вкладываются. Но есть такой как бы вопросик именно простоты. Вот какой бы совет сегодня дала мне, другим лидерам, что сегодня? То есть, конечно, это надо, я не знаю, что иметь, чтобы так вот просто два-три дня только работать. Но вот именно простота по Берлиг мы, конечно, можем каждый домысливать. И Роза сказала, то есть, в принципе, оффлайн сейчас очень многие стали повторять. Вчера вот даже на Лиге там и Ольга говорила про то, чтобы опять каталог сейчас расстаем. Не знаю, насколько там хватит, у меня на три месяца или нет, но все вот как бы стали работать. Опять все там копоши. Вот скажи, пожалуйста, то есть именно твоя коммуникация с твоими ключевыми людьми, вот в чем вот здесь секрет, что вот они хотят такими же, как ты. Потому что я вчера буквально разговаривал с Ольгой Филоновой, я с твоим наставником. Она сейчас тоже, кстати, за границей. Ну, не тоже в смысле, а просто она как бы за границей. И тоже суперстерпленный человек, тоже. Вот я вижу ее образ жизни и мы говорим сегодня, вот рубрика моя именно по ту сторону бизнеса. И я не хочу как бы спрашивать, я знаю, что ты там прошла такой путь, чуть ли там подошва у тебя не стертая была на твоей обуви, там что было, это вообще капец. Вот. Но вот это вот вкусняшка по ту сторону бизнеса. То есть вот какие у тебя интересы. Интересы. Скажи, пожалуйста, Мариночка, про свои просто интересы. Хорошо. Ну, давай уже, коли ты, если подошвы коснулся, я все-таки скажу про подошвы. История на самом деле, знаете, так далеко она в прошлом, что я думаю, что, наверное, это, нет, я знаю, что это было, просто я думала, ну, мало кому интересно. Сейчас, наверное, людей в таком положении нет. Ну, точно среди тех, кто нас слушает, наверняка точно нет. А кто его знает? Когда-то, когда я слушала, тоже, наверное, не знали, что у меня эти истории были. То есть у меня настолько фигово было с доходом, что я не могла себе купить новые сапоги, а старые, которые прохудились, они, знаете, так от подошвы отошла, типа кожа, они ремонту не подлежали, потому что материалы были такие. И у меня даже не было возможности купить носки такого цвета, чтобы их не видно было в эту дырку. И они у меня были желтые. Я вот, короче, иду, работала я в одном конце города, жила в другом. Я вот иду пока на работу, но мне на рано надо было выходить, я в дошкольном учреждении работала. У меня этот носок, дырку вылезет, я забегу в подъезд, тогда они не замыкались, не было этих замков, забегу в какой-нибудь подъезд, запихаю ее туда пальцем, пальцем еще эту дырку подтереплю, и, в общем, так добегала до работы. Ну, в общем, было оно так у меня, было, правда. Я забыла вторую часть вопроса, сосредоточилась. Интересы свои. Вот просто какие у тебя интересы по типу. Вот, вот, наверное, знаете, как вот. Как ты посвящаешь бизнесу, а остальное, какие интересы у тебя? Вот, наверное, я и хотела сказать, знаешь как, если есть материальные ценности, нет, есть материальные блага от того, что ты поработал и научился, и профессию освоил, и преодолел там то, что считают многие, преодолеть невозможно, все можно преодолеть. Материальные, это типа там машины, квартиры, дачи, вклады, инвестиции, акции и так далее. А есть вещи нематериальные, которые ты тоже вытащил из этого бизнеса. И вот эти нематериальные вещи, это называется опыт, это называется мировоззрение, это в том числе и я глубоко в себя посеяла, благодаря Фаберлике я посеяла вот это ощущение, выбор был мой, считать, что мир враждебен или считать, что он для меня открыт и дружелюбен. Я выбрала второе, и это прямо на самом деле потом сильно резко повернуло мои дела. Так вот, когда ты все эти нематериальные блага складываешь, включая, а, возможность свободно распоряжаться своим временем. Ну, отсюда и хобби. Хобби какие? Конечно же, узнавать новые страны либо новые регионы внутри нашей страны. Это поездки. У нас их довольно-таки много. И они, я их люблю планировать, и вообще, чем идеальнее она у меня запланирована, тем круче я себя чувствую. Причем вот эти поездки, они бывают, бывают только наши, бывают с родственниками, а бывают еще до пандемии. Мы практиковали большие такие групповые выезды за рубеж. У нас был там Таиланд, Вьетнам, Черногория та же самая. Мы выезжали группами такие довольно-таки большими, по 35 человек, по 20 человек. И мне тоже нравилось это все организовать. Мне очень хотелось, чтобы люди увидели и захотели так же. То есть, чтобы приоткрылось, вот посмотреть, а что там вообще. Ну, я считаю, что я своей цели, в общем-то, добилась. Помимо этого, у меня есть, я не знаю про хобби. Нет, было классно, классно, потому что я сказала, на самом деле, очень важную вещь. Путешествовать. Мы, в принципе, понимаешь, вот я недавно задал хобби, я просто не видел большого кита в живом. Ты знаешь, у меня что-то так вот засело это в голове. Я просто хочу увидеть живого кита в открытом океане. Я уже начал там где-то экскурсии смотреть, какие, какие, что можно вообще, вот мониторить эту тему. Мы один раз живем, ты такую классную тему затронул. Ведь некоторые люди не могут позволить вот эти путешествия, вот этот вот, вот этот вот сказочный, наверное, отрезок своей жизни, ради которого мы живем, тот самый отпуск, про который ты тоже сегодня говорил. Это так классно, и ты знаешь, вот я знаю, что у тебя вся семья в бизнесе, у тебя там и две сестры, и племянница, и дочки. Давай, кстати, Игорь, слово дадим. Я знаю, что вы муж, жена, вы замечательная, прекрасная пара, но почему-то ты вот как-то не захотела брать его на семейный контракт, а сделала вот его отдельной своей такой ногой. У меня наставник очень умная, она мне в деньгах все рассчитала. Игорек, привет, дорогой. Ну вот в Новосибирске виделись, блин, так классно договорились, как бы все. Вот прям хотите услышать, вот настолько, я не знаю, ты как мужчина, не то что как бы тактичный, привлекательный, наверное, женщины скажут, настолько такой вот прям красавчик просто. Поэтому, вот знаешь, просто твоя вот эта вот изюминка, скажи нам несколько слов вообще просто, что да как в твоей жизни происходит по ту сторону бизнеса. Ну, первое, я вам скажу, Марина, наверное, забыла, потому что одно из хобби у нас совместных это горы, это ходьба в горы, изучение новых маршрутов, то есть мы мы и ходим, мы и на машине ездим, там, где машина не может проехать, мы это считаем самым классным местом, сообщаем об этом друзьям и родственникам, что мы нашли какую-то интересную дорожку, но она супер, красота неимоверная и девчонки наши говорят, все мы поняли, значит дороги нет, то есть на машине нет, есть только пеший маршрут, ну и мы у нас это есть, то есть мы допустим один маршрут, ну вот в частности несколько маршрутов, это у нас было даже до по горам до 23 километров, то есть мы раз один маршрут закрываем, потом находим другой маршрут, закрываем, третий, четвертый и так далее, то есть у нас вот вместе мы покорители вершин еще, да, вот так, да, и увлечения, и хобби, и пяти тысяч, здесь Эдуард, можно я все все говорят, то есть как ты пришел в Фабрелик, да, и все начинают говорить, что, ну там, что это тяжело было принимать решения и все остальное, то есть это вот какая-то страшная мука, да, у меня вышло совершенно наоборот, я очень легко без излишних переживаний, сомнений пришел в Фабрелик, почему, потому что, моя Марина была со мной и живя с ней несколько лет, я же слышал, как она разговаривает, как там вдохновляет, о чем говорить, и когда подошло время выбирать, да, забросить эту ненавистную работу, к тому времени уже, хотя там неплохая была, ну уже все, уже достало, то я очень быстро принял решение, что, да, конечно, Фабрелик, к тому же, Марина, она прямо, наверное, как говорят, во сне видела, чтобы мы были вместе, да, то есть, потому что это без каких-то дополнительных трудностей совместной отдыхи, совместное время провождения, ну и в частности, тоже похвалюсь, что вот мы 17 лет вместе будет в этом году, и вы знаете, мы всегда вместе, и мы друг другу не надоели, мы всегда вместе, мы спим вместе, мы ходим поездки вместе, ну, разлучаемся, там, самую такую тоже важную тему, главную, семьи, вот это вот ценность, я не думаю, что не семья Фабрелик, да, она часто может этим похвастаться, потому что один приходит со своей ненавистной работы, другой приходит со своей ненавистной работы, у одного свои тараканы вымещают на другом, у другого свои тараканы вымещают на другом, и в семье какой-то дисбаланс и ругачки по этому поводу происходит, и вот именно не то, что как бы сейчас год семьи, но в принципе и поэтому очень важно, что вот эта ценность, да, то есть вы всегда вместе, Вы на одной волне. Классно, здорово. И даже не на семейном контракте, потому что это экономически выгоднее. Ну вот это ваша точка зрения. Спасибо, извини, что перебил. Игорь, продолжай. Так вот, ну, когда я уже стал уже в теме Фаберлик, здесь, конечно, Маринины слова все доходило. То есть мне легко было собрать заказы, пригласить в Фаберлик, да, в свою команду. То есть, ну, я уже вот готовый специалист был. То есть вот слушая ее, то есть мне вот говорю, что я нисколько не лукавлю, что у меня не было такого пути, что вот надо было перебарывать себя и так далее. То есть я вот это. Ну и я, естественно, был вот одержим темой Фаберлик. Прямо я ни о чем, кроме Фаберлик, не хотел думать, не хотел. Вот для меня был один Фаберлик. Наверное, поэтому и результат был. Хороший, конечно, построение команды. Я об этом забыл. А мне буквально недавно моя лидера, мой партнер Юлечка Авдеева, мне об этом напомнила. Говорит, вот когда, вот не случайно, да, перед эфиром, несколько дней назад, она говорит, вот когда я тебя увидела, ты просто был одержим, у тебя вот глаза горели, ты вот какой-то сумасшедший был. То есть для тебя, кроме Фаберлик, не было ничего в мире. Это уверенность, а за уверенностью идут люди. Вот эта вот уверенность, которую ты на себя надел, это очень важная деталь, именно взгляд, когда тебя видят. Я прям не сомневался, что о тебе так сказали. Можно я добавлю? Сейчас, Игорь, отключи микрофон там. Хорошо, хорошо. Вообще, на самом деле, Игорь работал способом 10 каталогов. 5 каталогов, 10 каталогов у него было 20 каталогов. И вот в начале своей карьеры в Фаберлик, у него личный объем был более 1000 вакт без единой закупки. Без единой закупки. Да, потом из этого большого количества покупателей мы переводили людей в консультанты, в льготные покупатели. Поэтому способ, как работал, так и работает. И способу этому нужно сказать спасибо большое. Я не знаю, сколько у нас там времени еще осталось. Я просто немножко еще там минут 5-7 как бы есть. Поэтому, знаешь, мы не затронули тему полезности. Мне бы очень хотелось, чтобы наши сегодня как бы участники эфира какую-то полезность для себя взяли. Вот какие вы можете дать какие-то полезности для нас? Ну, конечно, могу. Я вообще без этого никак не могу, чтобы у нас эфир закончился. Потому что если у меня... То есть, смотрите, вот такие мероприятия, когда выступают кто-то, кто уже здесь больше или меньше состоялся, они, в общем-то, призваны мотивировать. Мотивировать. Но я считаю так. Мотивация, она сждется на другом. Это мотивация, которая происходит в результате таких эфиров. Это мотивация одного-двух дней, не более. Потому что мотивация на самом деле базируется на ценностях. Если у тебя ценности проработаны, то и мотивация, то и мотивация, она у тебя будет продолжительная. И мало что тебя может в это время сбить с толку. Я хочу подсказать. Проработайте свои ценности. Если чувствуете, что у вас не увлекает, есть внешняя мотивация, больше посещайте мероприятия, цифровые форумы, больше читайте о продукте. Там в каждом описании продукта у нас, понимаете, есть чем мотивироваться. Но если это у вас... Но лучше будет, если вы проработаете прям внутреннюю мотивацию. То есть вы посмотрите ценности. О чем я сейчас говорю? В общем-то, возможно, за этими словами и не видать. Я постараюсь быстро расшифровать. Например, для меня ценность семья. Вот реально, это моя ценность семья. И благополучие всех родственников. Ближний круг, чуть дальше и самых далеких. Что я делаю для этого? Для этого я зарабатываю, чтобы быть им полезным. Если кому-то понадобится какая-то история, где понадобятся мои деньги, я, естественно, буду уже наготове. Как говорят, хорошо быть, думать о благотворительности, но у тебя деньги должны быть, чтобы этим заниматься. Так и здесь. Мы намного более полезны родни. И наша ценность, она не просто вот ценность там, о, моя родня, моя родня. Нет. Я могу быть полезна своей родни. Я могу многие проекты помочь им начать. И я, понимая, что здесь зарабатывают, я и родню сюда привлекаю. Вообще, у меня есть очень сильный аргумент, когда я говорю, приглашая человека присоединиться, я всегда говорю, ну, подумай сама, если у меня здесь вся родня, подумай, буду я звать в плохое место своих близких или нет. Но это я немножечко отошла. Это про ценности. Прямо их очень важно продумать. Давайте я расскажу немножечко. Я прям даже выписала, я ждала этого вопроса, если честно. Потому что девочки мои знают, я не я, если без полезности. И вот эти полезности, конечно, они в результате вот этого пятилетнего получения образования, и может быть даже позже когда-то они у меня возникли. И вообще опыт, конечно же, лучше свой, но если ты его услышал, а помните, как я сказала вначале, у Вселенной или у Проведения или у Бога других рук и уст, кроме наших, нет. Возможно, эта фраза тоже вам, возможно, эта информация вам тоже понадобится. Итак, первое. Когда вы принимаете решение уйти с наемного труда, либо это принимают люди, которых вы пригласили, очень важно, я бы даже записала, наверное, очень важно человека предупредить на берегу, что у него, понимаете, он привык всю жизнь жить по регламенту. Нет, детский сад, тебе построили режим, школа, тебе построили режим, институт, тебе построили режим, производство, на котором ты работаешь, тебе построили режим, кто-то, режим и задачи. Вот здесь придется заниматься и режимом, и задачей. И человек, который ушел с работы, с наемного труда, он очень часто может в этот факт вытянутся, даже когда ты его предупредишь. Но ты как наставник вообще долго, на пятом первые полгода точно. Что он? Ну, сегодня дождь пошел, я никуда сюда не пойду. Ой, сегодня сериал там глазом зацепила по телевизору, какой-то интересный. Ой, не буду там делать звонки. Да и просто вот так я не могу, я не могу начать действовать. То есть вот это случается со всеми людьми, кто только переходит от регламентированной извне жизни к тому, чтобы регламентировать ее самостоятельно. Это большой момент, его надо помнить. Может быть, вы уже прошли, но у вас могут люди такие появиться, которые тоже придут. Второй момент. Я не по порядку буду говорить. Из полезности. На что нужно обратить внимание. Когда мы говорим о способах работы, например, способ прикрутинга, способ сопровождения твоей ветки разных целевых аудиторий, покупателей со скидкой, продавцов, бизнес-партнеров твоих, маленьких, либо уже позоревших, у нас будет глупо, если мы какой-то один метод, способ освоим и на нем и остановимся. Почему? Потому что к нам в любой момент могут соединиться люди, которым наши способы не подойдут. Вот у меня сейчас такая история. Дублицируют. А? То есть некоторые способы твои личные, они не дублицируемы. Поэтому мы даем возможность, чтобы человек действовал так, как ему комфортно. Да, ну, во-первых, некоторые не дублицируемы, это я тоже хотела сказать, когда твой бизнес не дублицируем, это моя ошибка, я еще с ней работаю. А вообще, в принципе, способы, например, я умею раздавать, предположим, 10 каталогов, но совершенно не умею рекрутировать соцопросом. А я должна уметь все, потому что завтра у меня появится человек, я могу использовать всего один единственный способ, но уметь я должна делать все, потому что завтра появится где-то в глубине ветки человек, который не захочет, например, пять каталогов, а захочет методом соцопроса рекрутировать. Пожалуйста, я могу ему дать. Но это при условии, если я знаю сама. И как составник должна... Я, как мы у нас в структуре, мы говорим, мы должны быть, как швейцарский нож. Любое лезвие мы можем вытащить при необходимости. Универсальность. Классный совет, классная полезность. То есть осваивать вообще все методы, потому что кто-то... Ой, он онлайн, ну, конечно, ну, и начинает онлайн, тыкаются, 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 ну, не идет, ну, что-то не работает, ну, все равно. А про остальное все заброшено, все заброшено, ничего не должно. Поэтому... О, теперь про полезность. Все применяем. Полезность отношения к таким способам работы или такому уровню скорости роста, которым, ну, у тебя не получается. Когда пошел рост онлайн-проектов, я, признаться, знаете, в моей голове сдалась. Я решила, блин, ну, я это не одолеть, я техники, вообще, мягко говоря, так это... В общем, я подумала, ну, я-то не одолеть никогда. Можно было бы знание специалистов и с помощью одолеть, но мне почему-то голову, во-первых, не понимала, во-вторых, я не знала даже, где их вбирать. Вот это все отговорки, конечно. Так вот, смотрите, что произошло. И какое-то время я решила, ну, уже мы будем достигать вершину, потому что это будут достигать люди, которые онлайн. А мы, типа, опоздали сезть на этот вагон. Я недавно поняла, да, ничего, как у нас нет. Просто у нас поезда идут параллельно. Поезд идет по одним в том же направлении, наш поезд идет с другой стороны по параллельным рельсам в том же направлении. Поэтому, если вы понимаете, что вы там не сможете или туда не попали, или, не знаю, по разным причинам поленились, вовремя информация не поступила вам, неважно, то это не значит, что здесь на этом поезде не можете приехать в ту же точку. Вопрос приезда, вопрос туда попали, какая скорость разная, а результат-то будет один. Мы все едем по одному направлению. Вот, еще давайте я посмотрю прям в листик. А вот, вы знаете, еще может быть под водным камнем прям. Когда мы мою деятельность оцениваем как хобби. То есть, вообще-то это предпринимательство. Предпринимательство со слова, от слова предприниматель, предприниматель. И когда меняются какие-то условия, всякие условия, там, не знаю, вообще, в рамках фаберлик, в мире, по оплате, вот, например, сервис Киви, на Тиньков, вот тебе маленькое изменение, которое может привести человека в ступор. Что такое предпринимательство? Человек, который в любой ситуации что-то допримет. и вот когда мы так к бизнесу относимся, и при этом как к бизнесу, да, это микробизнес, я даже его не очень люблю называть бизнесом, это качественное предпринимательство. И вот когда мы, конечно же, не можем знать, когда, что где произойдет, а мы реагируем. Наше дело не реагировать, не реагировать на то, что происходит, нет, реагировать тоже, но не жить целиком. Вот мне позвонил сегодня консультант или там клиент, запросил, какой-то запрос сделал, я ему отвечаю, я не могу так работать, я буду работать, я так тоже буду делать, я буду отвечать, я буду реагировать, но я буду день проводить так, как я его запланировала, и месяц я буду проводить, как я его запланировала, и год, как я его запланировала. И вот это вот умение перспективного планирования, его очень легко можно наработать, но без планирования вы не так, вы не так. Без поставивки целей тоже никак. Это предпринимательство. Нельзя болтаться в мозге. Где-то давно услышала, что если у вас нет четкого плана и четкой цели, то вы похожи на суд, на которое в море ветер болтает, куда ветру нужно. То есть куда ветру нужно, если вы не понимаете, куда плыть, вы не доплывете. То есть вот это отношение, я хочу, чтобы прям по-серьезному об этом подумали. Это не хобби. Это, конечно, его делают приятные, легко и с удовольствием, потому что ну так нам повезло, в такой мы сфере находимся. Еще и с красотой связывать. Но это, тем не менее, предпринимательство. Анализ, отчеты, планирование, срезы, воспроение нового, продвижение своих шторок на своих глазах. Вот это все входит в предпринимательство. Сейчас еще раз гляну. Это не потому, что я плохо соображаю, о чем хочу сказать. Это потому, что я боюсь, что и быть не до конца полезной. Но вы говорили о том, что... Ты всегда полезна. Еще одна ошибка. Не то, чтобы ошибка, это просто нужно предусмотреть. Это когда мы не понимаем, на каком уровне карьерная лестница, на каком уровне, когда мы находимся на разных рынках маркетинг-плана, на каком уровне какие должны быть компетенции. Очень спасибо огромное, Алине Безвене. Я просто вот совпадаю с ней. Каждый, наверное, когда пошел, не она одна вела этот разговор, когда пошел в разговор о компетенциях, я поняла, вот, где мы застреваем, почему у нас вот это тысячи, полторы тысячи баллов. И приключаются маленькие запросы. Потому что нет перехода на следующий уровень компетенции. Не на следующий уровень маркетинг-плана, а на следующий уровень компетенции. Как только вырастут компетенции, то есть я научусь уже не с покупателями работать, а, например, я научусь уже даже с организаторами бизнес-лога работать. В этой связи хочу сказать, я часто слышу, когда человек только-только в самом начале, и еще, ну, знаете, как если говорить про высшее образование у первого курса, он говорит, я хочу себе лидера, чтобы у меня появились лидеры. Замечательная штука. Но делать ты с ним что будешь? Вот он пришел уже с лидерской позиции, что ты с ним делать будешь? Когда готов, я перефразирую сразу, интересно всем, когда готов учитель, к нему приходят ученики. Поэтому умение понять, на каком уровне маркетинг-плана, какие должны быть у нас компетенции, и эти компетенции очень быстро подтянуть, и у людей, которые у нас поднимаются по маркетинг-плану, тоже эти компетенции подтягивать, чтобы он не был 19-процентником у нас, с компетенциями всего лишь там не одна продавца, да, продвигать товар, больше ничего. Значит, вот это тоже очень важно посмотреть, и если это не сделать, то, ну, блин, все равно все получится, на самом деле, все равно все получится. Но можно сказать, что будет не то, либо стабильность этого вопроса будет не та. И еще один пунктик. Вообще, на самом деле, пунктиков может быть много. Я не говорю, что это опасная профессия. Нет, слава богу, мы работать можем без страховки. И легко и повторится с удовольствием. Еще один подводный маленький камень, когда человек открывает пункт выдачи. Когда он открывает пункт выдачи, пункт выдачи, мы все понимаем, что это инструмент для того, чтобы у нас развить свой бизнес. А мы его воспринимаем как конечную точку. Но я же пункт уже открыла. Вот у меня есть там план по товарообороту. А план по росту в это время забывается. И хочу, чтобы те, кто имеет пункт выдачи, не превращались в офисных сей, не превращались в операторов. Даже если они сами выполняют эту функцию, чтобы они оставались сетевыми людьми, понимали, что компетенции сетевые, компетенции руководителей, либо оператора пункта выдачи, это разные вещи. То есть у нас как будто бы сразу две работы, которые, в общем-то, ведут в одном направлении, к одному цели, но они, по сути, они разные. Там нужно одно, здесь нужно другое. Ну, я бы еще много говорила о компетенции. Я понимаю, что мы не должны. У меня сегодня девочки ругают, говорят, Марина, пожалуйста. Тебе невозможно, потому что ты все время зашкаливаешь. Кстати, тоже минус такой вот, я бы себя покритиковала. Блин, не могу научиться выступать вовремя, заканчивать вовремя. Так а с тобой хорошо, Марина. Ты можешь просто где-то на заднем плане быть, и ты говоришь, говоришь, и тебе даже, если вдруг не хочешь или не готов выступать, то ты обо всем скажешь. Вот смотрите, что сейчас сказал Игорь. Вот Игорь сейчас сказал вещь, которую я считаю своим минусом. Это то, над чем я сейчас работаю. Это, понимаете, про то, когда на тебе бизнес за циклем, и тебя сложно дублицировать. Да, я могу. Я тоже, понимаете, не на сцене родилась. Я так боялась сцены. У меня каждое выступление, даже на утреннике, когда я работала в детском саду, это был какой-то стресс. Я выступать могла только тогда, когда, например, я в костюме робота или в костюме медведя, когда меня не видят. Я не сценичный человек. Это сейчас, конечно, по-другому. Но то, что я, меня много, это тоже минус. Имейте это в виду. Меня должно быть меньше. Наступил тот момент, когда должны мои лидеры. Можно я поблагодарю? Я понимаю, что осталась одна минутка. Я не могу без благодарности. Потому что я сейчас и практику такую вела себе. Благодарности. Я понимаю, что не я, тут одна вообще такая звезда звездная. Я, во-первых, хочу поблагодарить и хочу, чтобы ваша душа коснулась вообще всю сетевую индустрию, всю индустрию сетевого маркетинга. Почему? Потому что впервые за много-много-много веков образовалась такая сложность под названием социальный лифт. Когда у тебя носки и ботинок торчат, ты можешь потом даже, не знаю, не запомнить свою недвижимость. Это редкий случай, когда у тебя нет протяжения, блата, не родился ты в каком-то там месте. В общем, короче, когда у тебя позиция ноль. Стартовая позиция ноль. Во-вторых, я хочу поблагодарить нашу компанию. Ну, понятно, вроде бы банальные слова. Но я ее хочу поблагодарить на другое. Не за что она мне дала, а за то, что она дает нам всем. На самом деле компания, вдумайтесь, своими деньгами продвигает наше предпринимательство. Это она печатает у нас в 3-2 недели каталоги. Это она устраивает акции. Это она дарит подарочки тем людям, которые какое-то время не активны. Это она устраивает какие-то мега розыгрыши. Понимаете, деньги-то компании, а предпринимательство не может. Вот за это огромное спасибо компании. И наша задача – это научиться этим распоряжаться. Конечно же, никогда никто, наверное, не может, даже как бы ему с наставником не повезло, никогда никто не может не сказать спасибо заставнику. Либо за то, что он делал, либо за то, что он его влезет в открытое море. Вот у меня как раз за то, что бы мне помогли. Если бы не мой наставник, которая была прям со мной ежедневно на связи, прям вот ежедневно, первые полгода, ежедневно, по часу, по два мы с ней разговаривали. И сейчас мы, друзья, сейчас всегда за приветом я обращаюсь к ней, когда мне нужен какой-то качественный обратный ответ. Поэтому спасибо моему наставнику. И, конечно же, спасибо девочкам, которые поддерживают. Спасибо и тем, кто лидер, и тем, кто растет. Я наблюдаю с удовольствием процессы роста. И тем, кто просто покупатель со скидкой в моей структуре. И тем, кто придет ко мне завтра, им тоже спасибо. И спасибо за это. Спасибо. За возможности. Игорь, ну, твое, Алла Верды, последняя минуточка одна, и потом заканчиваем. А я хотел бы сказать буквально несколько слов у тех, у кого есть команды, не забывать вот это волшебное слово, что вы для своей команды, для своих людей наставник. Не спонсор, как в других, а наставник. И если у вас есть особенно лидеры, не забывать, что они смотрят на вас, они ждут от вас каких-то предложений, они ждут помощи, они ждут действий. Ну, вот так как-то, если коротко. Спасибо, Игорь, конечно, огромное. Спасибо. А, проходит, видите, сколько книг у меня. Вы знаете. Все, это опять на час. Она про не зря говорила. Нет, просто все, наше время заканчивается. Ну, вы знаете, я вот как бы подведу такой небольшой для себя лично итог, потому что мы, говоря о всех, о всей нашей жизни, о всех аспектах нашей жизни по ту сторону бизнеса, то есть мы, наверное, должны сказать своему новичку теперь самое главное, да, что, во-первых, надо стать немножко студентом, да, то есть если ты хочешь действительно что-то изменить в жизни, то ты должен учиться. Ты должен научиться планировать, потому что это очень четко сегодня прозвучало. Потом, когда пойдем по этому пути, и ты вроде как уже созрел до там пункта выдачи, я это всегда сегодня тоже отметил, это не твоя планка, да, то есть ты не должен активным человеком внутри сети. И для меня как бы важно было еще цели бы затронули сегодня, то есть вот эти цели и ценности, да, ценности. Поэтому я бы даже так сказал, сейчас вспомнил просто одну фразу, тоже такую интересную, с одного фильма, тоже всем известного, по-моему, в 20 стульях, где Веронов там говорит, да, плюньте вы на все это. А как плюнуть? Плюнуть. Да слюной плюньте. Поэтому вот все, что вам мешает, да, плюньте вы на все это. У вас уже есть цели и ценности, и вы, вот благодаря сегодняшнему вашему мнению и нашему эфиру, я думаю, что надо задаться действительно этим вопросом, что ты все-таки хочешь иметь в жизни. Замечательно. Спасибо, ребят, большое. Огромное удовольствие получил от общения с вами. Я как бы тоже начал сегодняшний день по ту сторону бизнеса, там сходил в тренажерный зал с утра, и вот прям такое все думаю, когда же я уже кофе-то попью? Хотел с вами сегодня кофе-ка попить, вот у меня налитый уже остыл наш любимый чай и кофе. Вот давайте поздравляем вас с тем, что вы такие вот молодцы, что вы не меняете свою жизненную позицию. Вы учите людей своей команды изменить качество своей жизни. Огромный привет вашему наставнику. И всех вам благ, удачи на вашем не простом, но легком все-таки пути, потому что вы все делаете легко. Спасибо. Спасибо, ребят. Хорошего дня. Мы стали собираться на самолет, у нас полет. Пока-пока, ребят. Пока-пока. 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 Продолжение следует...